Море И получил то, что двигает вперед и мысли, и работу Бодрость Так писал в 1934 году народный артист СССР Владимир Гардин Знаменитый дачник поселка Лисий Нос В Лисий Носу издавна жили не только дачники Здесь в середине 19 века складывались родовые гнезда, династии Для которых эта земля стала малой родиной Уже шесть поколений наших родственников живет в Лисий Носу Лисий Нос, такой замечательный нос Для нас всех старожилов является таким уникальным, родным и близким И поэтому бережно вступая в пространство и время Я могу с уверенностью сказать Мало страниц в истории Великой России Где бы не присутствовала история нашего Лисий Носа И это действительно так Само же название поселка Лисий Нос невольно наводит на мысль, что где-то здесь поблизости обитают лисы Лисы бегают даже по поселку, воруют цыплят, кур, там у кого они есть Вот чем лисы занимаются Лисий Нос это старинное название, ему уже более 500 лет Лисий Нос, потому что мыс выдается наподобие лисевого носа И название это очень древнее, впервые упоминается в писцовой книге водской пятины 1500 год Здесь была новгородская деревня Точнее, село Лисичье, что в корене носу По-фински корен означает риф, песчаная коса, которую иногда называют нос Впоследствии этот нос вытеснил финское название косы и получился лисий нос При Петре Первом здесь была посажена дубовая роща, которую стали именовать средние дубки Средние не потому, что дубы были небольшие, а потому что в Сестровецке были дальние дубки, а в Лахте – ближние Здесь очень много лесопарки дубов, которые еще сохранились со старых времен Могу рассказать вам даже про дуб, которому 300 лет Приезжал специалист и сказал, что это охраняется государством Очень интересный дуб, исполин так называемый Здесь все побережье связано, в общем-то, с историей Петра Потому что где-то он дубы посадил, где-то он камень, где-то он там простудился, где-то еще что-то В общем, все это побережье связано, конечно, с Петром Тем более, что здесь существовали вот такие пороховые склады То есть связанные с историей морской охраны этого нашего побережья, с Кронштадтом и так далее То есть это все тесно связано вместе Еще во времена Крымской войны на оконечности мыса были построены гавань и редут Для защиты Петербурга от английского флота В это же время здесь возникло и поселение Версты три от нас, самый так называемый лесенос Местность великолепная Говорят, будет город, и город портовый Тут уже сделана пристань и гавань Изумляешься искусству инженеров, которые это сделали из болот и неприступных берегов Писал в 1854 году студент Петербургской академии художеств Иван Шишкин Кстати, именно в это время им была написана картина «Вид из окрестностей Петербурга» или «Пейзаж на лисьем носу» За которую молодой живописец получил свою первую награду – серебряную медаль академии После открытия Приморской железной дороги лисьй нос становится популярной дачной местностью Однако название в то время у поселка было совсем другое Название этого поселка вначале было Владимировкой Потому что это было связано с именем Стенбокфермера Владимира Александровича Который был основателем всего этого поселка И в улицах, конечно же, сохранились названия тех того времени То есть у нас есть Мариинский проспект, у нас есть Петровская улица То есть почти все названия улиц лисьего носа – исторические А вот Балтийский проспект прежде именовался Владимирским Здесь в 1913 году началось строительство храма Церкви во имя святого благоверного князя Владимира Князь Владимирский собор – прекрасный образец деревянной архитектуры Начало 20 века, на короткое время, в самые тяжелые времена репрессий В Сталинских в 1938 году, когда был расстрелян священник, настоятель на Левашовской пустыне То он был некоторое время закрыт Но потом, по таким очень настойчивым просьбам верующих, его снова открыли Так что меня там крестили, кстати, когда-то Когда все храмы вокруг были разрушены или отданы на поругание В Лахте был кинотеатр в храме В Тарховке открыли пожарное депо А Лисий Нос встал на защиту своей церкви Напротив храма находится библиотека лисьего носа А раньше здесь была школа, которую жители именовали Кругловской По фамилии владельца дома – купца Якова Круглова Нынче преемницей традиций всех учебных заведений поселка Является 438-я школа Которая бережно хранит память о прошлом И собирает воедино летопись своего поселка Однако, надо сказать, что в истории Лисьего Носа Есть и темная страница Когда-то в народе поселок называли Лобным местом революции Мысом казненных Сюда из Петропавловской крепости привозили осужденных Летом на барже, зимой по вот этой железной дороге И это нашло отражение в рассказе Лиды Андреева о семи повешенных И косвенно эта же вот эта история, да Печальная история Лисьего Носа Как место, где казнят И где потом тайно хоронят Потому что здесь могила не только вот этих казненных Здесь были виселицы Но здесь еще где-то братская могила Погибших во время кронштадтского мятежа Очень много легло матросов кронштадтского мятежа Тех, кого расстреливали И тех, кто подавлял мятеж И по правую сторону Черной речки хоронили красных По левую мятежников Хотя кто мог разобраться Все же были красноармейцы Это тысячи, еще раз повторяю, неупокойных душ После Октябрьской революции И до 1928 года Железнодорожная станция поселка называлась Раздельная И действительно построенная в 1894 году Железная дорога в этом месте разветвлялась Вот эта заросшая травой железнодорожная ветка Вела к мысу Где сегодня находится старинная морская гидрометеорологическая станция Впоследствии, в годы Великой Отечественной войны Здесь проходила малая дорога жизни Но, несмотря на название Сделала она немало для нашей общей победы И все 872 дня блокады До пирса шли эшелоны Которые везли продовольствие Воинские соединения Оружие для Ароненбаума На том берегу стоял враг Занят у Петербурга, Стрельня Ароненбаум не сдавался Именно благодаря тому, что И местное население работало на этой железной дороге И плацдарм для наступления Полного освобождения города от блокады Прошел через Диссевноса После войны, разрушенный жестокими бомбежками поселок Постепенно восстанавливался И вновь спустя время В сторону лисьего носа потянулись дачники В 50-е в поселке был построен кинотеатр Чайка С которым у многих жителей и дачников Связаны самые теплые воспоминания детства Увы, сегодня крылья Чайки подпылены Но у жителей остается надежда Что это историческое здание Построенное в стиле сталинской архитектуры Будет все же восстановлено А вот дом культуры лисьего носа Здравствует и поныне К всеобщей радости жителей И знаменитая баня Вещь сакральная на Руси И сегодня пользуется огромной популярностью Да, баня бесподобная, конечно Я ее посетитель И здесь своя такая банная культура лисьего носа Ваня дешевая, прекрасная Она отличается таким очень добротным архитектурным стилем Такая советская сталинская неоклассика Немножко брутальная Есть здесь вещи планетарного, так сказать, масштаба Например, старожилы утверждают Что в лисьем носу проходит знаменитый Пулковский меридиан Пулковский меридиан проходит по новоцентральной улице Это же здорово! Вы понимаете? Приятно знать, что что-то здесь такое Ну, вот центральная улица Она считается такой центральной Поэтому ее и назвали Но новое название Потому что там, в общем, домов не было Был лес Был лес И жители помнят, как по Пулковскому меридиану, так сказать Бродили коровы Сегодня уже не бродят Все-таки лисьй нос Это давно уже Петербург А вот кони гуляют Напоминая о милой старине А еще совсем недавно Проезжая мимо лисьего носа Можно было увидеть Сахатова И не только Здесь была такая модная фишка Здесь на трассе стоял медведь Приглашая в одноименную шашлычную Ну и вот сюда Любили заезжать те, кто Хотел так немножко погулять, покутить Говорят, что в этих краях Была когда-то и знатная рыбалка И жители поселка Не применут об этом рассказать Я помню еще Начало 80-х годов Когда я сюда приезжал К своим друзьям Мы здесь на лодке Ходили по заливу Они там жили прямо на берегу Там угрей ловили Понимаете? Там была рыба нормальная Там мы судаков ловили Там было очень здорово Да, угрей Мешками угрей ловили Мешками Утром только донки ставили Затем, значит, утром приходили Донки вытаскивали Мешок загружали Мешок Угрей просто было много Сейчас есть угрей Но очень-очень много Строительство дамбы Сетуют рыбаки Изменило экологию Финского залива И нынче улов уже не тот Теперь рыбачат вдали от берегов И на этом первозданном Загадочном острове Верперлуда Что означает Каменное место Сегодня лисий нос Стремительно меняется В настоящее время Это престижный район Элитных коттеджей И дачная культура Придававшая особое очарование Этому уголку Уходит в прошлое Вот эта старая архитектура С этими замечательными башенками Верандами Ветражными стеклами цветными Она вся К сожалению Исчезает И вот многие люди Не понимают Что покосившиеся Вот эти старые Деревянные домики Порой гораздо более Интересны и душевны Чем вот эти вот Мраморные извояния Новоделов Мы к сожалению Утрачиваем Многие архитектурные Прелести Старых построек Вот этой вот Дачной архитектуры Но тем не менее Вот я например Решил Оставить Как музей Этнографии Например Вот старую веранду С башенкой Пускай она Будет как бы Напоминанием О нашей истории Меняющийся поселок Меняющееся время Сегодня много новых домов Роскошных усадеб Но среди них Есть такая милая старина Как шоколадная дача Старые здания Нам сегодня Лисозреть приятно Потому что они сохранили Память Огромную память Столетнюю И более того Тех людей Которые здесь жили И которые творили Нам благо поселка Здесь вот есть Одно местное такое выражение Почему-то граффичики Очень любят Они всюду пишут Лисенос сила Почему Лисенос сила Вот как-то То появляется То исчезает Но это держится А в чем сила Да наверное В этих вековых соснах В самой истории Этих дивных мест И в людях Которые здесь живут И дорожат этой историей И поэтому Здешние дубы Всегда будут величать Петровскими Редактор субтитров Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова